Всем привет! Сегодня делаю работу на клиенте, вернее на модели бесплатной, которая в прошлый раз делала покрытие на базе Leoneil и покрытие продержалось хорошо, кроме одного большого пальчика, но все-таки прошло много времени с того момента, как мы делали маникюр. Плюс надо учитывать, что у нее новорожденный ребеночек. Итак, рассказываю схему снятия материала. Начинаем движение с верхнего правого уголка и двигаемся по направлению к левому краю ногтя. Не обязательно захватывать область возле кутикулы. Следующий шаг это снятие длины примерно настолько, насколько отросло, так обычно просят клиенты. Справа внизу спиливаем краешек покрытия и дальше носиком фрезы начинаем убирать то, что осталось, то есть у боковых валиков и возле кутикулы, заодно выравнивая поверхность ногтя. После этого предварительно придаем форму, не забывая при этом, что потом нам нужно будет сделать более ювелирную работу пилочкой, поэтому длину нужно здесь слегка оставить с тем запасом, что пилка потом еще что-то снимет. В общем, фрезой работать проще, чем пилкой, и на этом этапе нам нужно сделать максимально возможное. Далее я дошла до большого пальчика, и мне нужно сделать ремонт. Я убираю пыль, применяю праймер от Ириск. И базу Манаси. Втирающими движениями и отправляю сушиться в лампу. Пока большой палец сушится, я делаю спиливание материала на второй руке. Когда дохожу до среднего пальца, к тому времени высыхает большой, и я начинаю делать наращивание. При необходимости подрезаю форму, а усики всегда практически подрезаю. Наращивание буду делать гелем Манаси. Вам, наверное, он уже надоел. Я его в каждом видео показываю, но им я работаю уже третий месяц, и в баночке еще много осталось. В общем, на полгода примерно мне этого материала хватит, и я обязательно закажу еще. Мне нравится и цвет, и консистенция. Пока сохнет тонкий свободный край, продолжаю спиливать материал с другой руки. Когда тонкая подложка проходит стадию полимеризации, я докладываю еще материал. Сейчас я зону апекса не формирую. Здесь довольно тонкий слой геля. Апекс я буду чуть позже формировать. И пока наращенный ноготь у меня сохнет, я заканчиваю спиливание материала на другой руке. Далее я перехожу к работе пилочкой. Ногти у меня относительно длинные, поэтому я начинаю работу со среднего пальчика. Когда короткие, я могу начать и с мизинца, но длинные ногти всегда начинаю со среднего, чтобы потом, извиняюсь, не лохануться с длиной. В общем, выравниваю форму ногтя, подготавливаю отросшую часть, снимаю с нее глянец, и выравниваю остатки базы. Чем ноготь будет ровнее, тем мне лучше потом сделать выравнивание. Прикладываю бумажную форму и перехожу к другому пальчику. И наращенный большой тоже так же опиливаю, как будто бы это у меня натуральный ноготь. Все то же самое. Придаю ему форму и опиливаю сверху. Когда работа закончена на одной руке, перехожу к другой. И после этого делаю маникюр. Одно время я его не показывала, а потому что это же всегда одно и то же. И как-то неинтересно, наверное. Но так как сейчас меньше клиентов, я стала включать в свои видео и маникюр тоже. А делается он всегда по одной схеме. Сначала цилиндром убираю. Основную часть работы на пяти ногтях. Далее беру фрезу пламя. Продолжение следует... В правом синусе вычищаю. И вот таким обратным как бы ходом приподнимаю кутикулу для того, чтобы мне было видно, осталось чего-то там или нет. Кстати, подготовку ногтей на этой модели я делала два часа. То есть спиливала покрытие и делала маникюр. Я сама удивилась. Но я старалась. Эта модель была бесплатной. Я могла себе позволить подольше поработать. В общем, после того, как правый синус обработан на пяти пальцах, я переключаю на форвард и обрабатываю левый. Левые синусы и боковые валики. Не знаю, как некоторые убирают кутикулу шариком. Я попробовала и на всяких оборотах. Как-то долго у меня это получается. Кусачками гораздо все быстрее. Ну а уже потом, когда основная кутикула убрана, можно пройтись и типа вот этим шариком. Забыл, как называется фреза. Она убирает заусенцы и шлифует. Далее опять праймер от Ириск и база Манаси. И наручный палец тоже самое. После того, как база высохла, делаю выравнивание и укрепление гелем Манаси, конечно. Тут я тоже очень старалась. Вообще всю эту работу я сделала за 3,5 часа. Но надо еще учитывать, что я веду съемку и часто отвлекаюсь на камеру, смотрю в фокусе у меня или нет. В общем, я там планировала делать стирку. А чтобы делать стирку, вы знаете, что нужно сделать идеальное покрытие, идеальный блик, потому что втирка все неровности выявляет. Но если бы я знала, что втирка у меня будет капризничать, я бы, конечно, так не старалась. Но об этом чуть попозже я скажу. На данном момент я стараюсь сделать по максимуму идеальный блик. За исключением безымянного пальчика, там у меня будет крупная такая стразина, поэтому я сначала сажаю на гель стразину, полимеризую на обоих ногтях. И дальше уже вокруг этой стразины наношу гель и выравниваю его. Таким образом у меня эта стразина как бы утоплена в геле и она уж точно не отвалится. А блестит она просто замечательно. И вот теперь я формирую апекс на большом пальчике. Какой же замечательный этот гель. Он слегка, конечно, бледноватый и под френч, например, хотелось бы поярче цвет. Но камуфляж такого цвета тоже имеет место быть и на нем тоже можно делать френч. Итак, втирку призму розовую я втираю прям на гель. Гель только снимаю с него липкость. А эта втирка, она вообще капризная. И на гель она легла далеко не идеально, но приемлемо, кроме большого пальца последней руки, последней, которую я делала. И мне его пришлось переделывать два раза. И в конце концов я плюнула и покрыла его топом и уже в топ втерла призму. Посмотрите, как прекрасно она сверкает. Ну такая красивая с Алиэкспресс. И так как призма легла у меня не идеально, я решила сделать стемпинг поверх призмы. И в комментариях мне писали, что можно краску от стемпинга стереть уже в конце, но я как-то не рискую протирать жидкостью для снятия лака поверх топа. Мне кажется, он помутнеет, поэтому я основную часть краски стираю сразу. Далее я перекрываю стемпинг базой Манаси сначала, потому что у меня там же все-таки еще втирка, а втирка это такая противная штука, которая может и сползти. Поэтому я закрепляю втирку базой Манаси, очень тщательно прохожусь по торцам, естественно, я там сначала пилочкой прошлась. И вот уже после того, как база у меня высохла, я смело вытираю остатки стемпинга, остатки краски. И знаю, что с ногтя у меня стемпинг уже и не слезет, потому что базой же я уже его перекрыла. А потом буду перекрывать топом. Топ в данном случае Vogue. И вот посмотрите, на второй руке я не стала вытирать сразу краску от стемпинга, и как сложно мне было потом стирать уже высохший лак. Все-таки свеженький лак вытирать с пальчиков легче. А тот, который конкретно застыл, я с ним мучилась. Итак, безымянный палец у меня будет гель-лак Amphiora покрыт 116 номером. Также аккуратненько вокруг стразинки прохожусь, чтобы на нее ничего не попало и она не потеряла блеск. И вокруг этой крупной стразинки я прошлась базой фиоры. На ней у меня хорошо держатся стразы. Проложила такой кантик, и на него накладываю более мелкие стразы. И высушиваю. Далее в ту капельку базы, который у меня остался на палитре, высыпаю чуть-чуть бульонок. И вот эти бульонки, которые смочены в базе, я укладываю между стразинками и просушиваю. Далее перекрывать буду матовым топом от Leo Nail. Я вам его могу посоветовать. Хороший матовый топ. Долго держит вельветовое покрытие. Вельветовый эффект долго держится. И вокруг стразинок, конечно, осторожно. На них ничего, чтобы не попало. И теперь вот такая у нас фотосессия. Я специально ничего не фотографирую. Я снимаю на камеру. И потом уже, когда монтирую, я выдергиваю из видеокадры. И обрабатываю их в фотошопе. Резкость поднимаю, контраст. Где-то цветокоррекцию делаю. И вокруг ногтя я прохожусь еще темным кантиком, чтобы ногти были более выразительные. И на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, творческого вдохновения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok